Детско-юношеском спорте Сегодня мы поговорим о конном спорте Расскажем о ребятах, для которых любовь к животным и спортивный азарт – понятия неразделимые Конный спорт – виды соревнований с использованием лошадей Самые распространенные – выездка, конкур и троеборье Конный спорт впервые был включен в программу летних Олимпийских игр ровно 100 лет назад Советские конники впервые приняли в них участие в 1952 году в Хельсинки В Омской области форпост школы верховой езды – областной детско-юношеский конно-спортивный центр Официально действующий с 2005 года У центра уклон спортивный Как рассказывают тренеры, хотя некоторые ребята и приходят поначалу просто научиться кататься на лошадях Войдя, что называется, во вкус, дальше уже хотят добиться мастерства, соревноваться, показывать класс Наша школа верховой езды считается одной из лучших в Сибири Об этом красноречиво говорят медали самого высокого достоинства, которые спортсмены регулярно привозят в соревнованиях За последние три года очень продвинулись мы в этом направлении Дважды мы выезжали на этап Кубка мира в Ханты-Мансийск Привезли оттуда два золота Уровень подготовки спортсменов высокий Поэтому на равных и конкурируем на соревнованиях выездных В общем зачете этого года уже 15 наград различного достоинства Лошади полноценные спортсмены наравне с проездниками И поэтому можно с уверенностью сказать, что конный спорт начинается с конюшни Новички, которые приходят сюда, сначала должны привыкнуть А затем и подружиться со своим партнером, лошадью Чтобы не было страха, чтобы чувствовать характер друг друга Но одной любви к животному маловато За лошадью нужно ухаживать, убирать, мыть, расчесывать Юлия Середова сейчас готовит 12-летнего жеребца Ирбита к соревнованиям Сегодня на ипподромнику низовода Омский турнир в зачет королевы спорта 2011 Он очень боевой парень, спортсмен настоящий, никогда не сдается Всегда идет до конца, до своей цели очень характерной достаточно Сейчас я его чищу, такая как умывание Такую процедуру с лошадьми проделывают ежедневно Иногда и не по одному разу Все ребята, с которыми нам удалось познакомиться в конюшне Говорят, что по-другому никак Но все ухаживают за своими питомцами с удовольствием Проводят около них иногда по 8 часов в день Он друг для меня, очень хороший друг Товарищ самое главное У нас такие товарищеские отношения, спортивные пары Мы друг другу помогаем, он меня учит Чему-то я-то его не особо могу чему-то научить Потому что он уже достаточно опытная лошадь Он меня учит При езде верхом человек активно руководит движениями лошади Управляет перемещением своего веса Сжатием бедер и ослаблением или натяжением поводьев Психология лошади такова, что она полностью подчиняется командам Поэтому мастерство спортсмена, например, в том же конкуре И заключается в том, чтобы просчитать траекторию движения Вовремя пришпорить лошадь, подать команду к прыжку Еще очень важный момент между партнерами – психологический Оказывается, лошадь абсолютно чувствует настроение хозяина Если он не уверен в себе, не настроен на победу То и коню передается то же состояние Когда что-то не получается у всадника, в этом лошадь не виновата В этом виноват всадник То есть ты ошибаешься и из-за этого как бы злишься Из-за этого лошадь злится, он чувствует и злится И поэтому у обоих не получается И вот это вот конфликт обычно из-за человека По всему видно, что к этой важной психологической составляющей Здесь все относятся очень серьезно Ксения Андрючук уверена, что не только лошади чувствуют настроение и состояние всадника Но и наоборот Человек по поведению животного вполне может определить, в каком тот состоянии духа Даже вот через губы Вот он довольный, хочет что-нибудь скушать Вот, такой достаточно веселый сейчас он Любопытный, вот все нюхает Вот микрофон, камеру, облизывает мне руку То есть это он сегодня в настроении, да? Ну да, в принципе То есть когда вот он болел, он стоял грустно в тенике Я уткнулся в угол, ну может в угол уткнулся Стоял, вызовешь Маркус, Маркус Он только одним мухом шевелит То есть сегодня в соревнованиях он будет в настроении И результат будет лучше, да, наверняка? Ну, будем надеяться, будем стараться, добьемся своего Конечно, надо хорошо отпрыгать у него К старту Маркус уже готов Осталось принарядиться для парадного выхода Спортсмены облащаются в специальную одежду в традиционном английском стиле А лошадей украшают праздничными уздечками, нагавками, попонами Вот мы сейчас выезжаем на старт Вот, и чтобы лошадь была красивая Вот ушки, вот белый вольтраф, все, короче, белое Ну, парадно, как можно сказать Ксения рассказывает, что полюбила конный спорт еще в детстве Но в секцию принимали ребят гораздо старше по возрасту По всем нормам делать это разрешается только с 8 до 11 лет Потому что в дальнейшем они начинают, дети, твердеть маленечко Не такая у них получается реакция, не такая гибкость Поэтому мы набираем маленьких ребятишек, чтобы они 2-3 года позанимались в учебной группе И потом они будут заниматься в дальнейшей спортивной группе У самых маленьких тренировки проходят 2-3 раза в неделю У старших каждый день, кроме воскресенья Занимаются ребята на городском ипподроме и на территории конезавода поселка Омский Кроме ухода за животными занятия включают Теорию конного спорта, общефизическую подготовку, технику безопасности, вольтежировку и езду Современные виды конного спорта Выездка Искусство управлять лошадью на различных аллюрах Шаг, рысь, голоб Конкур Преодоление препятствий Вид, в котором каждый участник должен преодолеть от 6 до 13 различных барьеров Расположенных по определенному маршруту Троеборье состоит из манежной езды, полевых испытаний и преодоления препятствий Садник выступает на одной лошади в течение трех дней подряд Скачки Вид конного спорта на быстрейшее прохождение дистанции на ипподроме или на ровной местности В конном спорте нет разделения на мужчин и женщин В других видах спорта мужские старты отдельно, женские отдельно Тут же победитель один, независимо от пола Для спортивной верховой езды больше важны качество характера всадника Это должен быть бойцовый, энергичный человек Не обязательно сильный И чтобы быстренько соображал Потому что когда лошадь прыгает через барьер идет Там нужны доли секунды, чтобы принять какое-то решение Лечебное воздействие, которое оказывает верховая езда на организм человека Называется ипотерапией Это один из видов альтернативной медицины Эффективно для лечения нарушений опорно-двигательного аппарата На старте наши знакомые Ксения Андрушук и ее питомец Маркус В соревнованиях по конкуру, кстати, самому популярному и зрелищному виду конного спорта Всадник должен пройти на лошади маршрут, состоящий из нескольких препятствий Различных по степени сложности Прыгнуть нужно так, чтобы не задеть барьер и не сбить перекладины За каждый сбитый элемент начисляются штрафные баллы Оценивается также и частота прыжков в отведенное время Побеждает тот, кто набирает за весь маршрут больше положительных баллов Иногда судьбу первого места решает секунда Правилами оговорено также, что во время прохождения дистанции Всадник имеет право подхлестнуть лошадь не более двух раз Третий влечет за собой снятие с соревнований Ксения и Маркус прекрасно взяли два первых препятствия А затем, как всадница не уговаривала своего напарника Жеребец отказался подчиняться По правилам два отказа лошади взять барьер и спортсмен покидает поле Ксюша, расстроилась результатами? Да не отчего расстраиваться, без поражений нет побед Так что все еще впереди будут победы Сегодня мы побывали на конно-спортивной базе Кать, какие у тебя впечатления? Мне очень понравилось, но в то же время я поняла, что это очень сложно Нужна большая ответственность, нужно заботиться о лошадях Нужно кормить их, ухаживать за ними Крепко сидеть в седле и, конечно же, участвовать в соревнованиях Но в то же время я поняла, что это очень увлекательно и интересно Это была программа Юниор Занимайтесь спортом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»